Пока я тут была в Москве три дня, у меня Наташа здесь переезд организовала, пришла кошек, нет. Сейчас покажу. В общем, котята теперь в этой комнате. Эти маленькие пупсы! Привет, а ты чего, пупс? Эти маленькие пупсы! Котятки здесь. Одна Рита теперь ходит по дому. Как они подросли? Боже, я их три дня не видела, они просто громадные стали. Да, котеночек, котеночек и Рита. Ой, Марго, она почему-то Наташа сказала вчера, что Мелисса стала обижать Риту, гонять, и поэтому она сейчас ее пока не стала с ними оставлять. Вы посмотрите, какие разные малыши! Ты, боже мой! Малыши уже начали кушать. Не только маму. Мама схуднула чуть-чуть. Опа! Боже, какие вы большие! Просто нереальные! Как вы меняетесь-то? Да? Эти сладкие такие! Надеюсь, они сейчас будут быстрее просто приучаться к лотку, им проще будет. Да? Ты Риту? Ой, Марго! Не надо, надо Марго! Ну, Марго спит! Ну, чего ты к ней пристала? Марго спит! Ой, ой, кто это на меня тут лезет? Да! И к мамке кто тут лезет? Марго такой, отстаньте от меня! Просто отстаньте! Мне кажется, она еще приняла роль няньки, и ее тоже котята террорят. Отчистим и сладкий. Ты такой карапуз! Ооо, ты вообще такой здоровенный! Кошачья царства, вот самый, как я уже рассказывала, который всегда только сидит, и он познал дзен уже, как только родился. И вот тоже какой здоровенный котят! Такой здоровенный карапуз! Такой карапуз здоровенный! Ой! Ой! В общем, здесь куча мала. Оп-оп! А что это вы сюда сразу прибежали? Не-не-не! Наташа сказала вас переселять! Вы тут пакосничаете! Выбегает-выбегает! Они сейчас пусть побегают, просто спальню закроются, они здесь по шторам лазают, они еще к туалету не идеально приучены, так сказать. То есть, ну, им надо время, поэтому из спальни они были выселены. Так, наложила лису. Пойду проверять, как там рыси без меня три дня были. Жара такая, конечно, вообще. Всем не до прогулок, не до чего, они все прячутся. Жалко, что в таких вольверах не сделать кондиционеры, чтобы им хоть как-то полегче было. Ну, а девушки! Ой, Ханна! Ой, Ханна! Ханна! Я не скучала три дня? Я скучала сильно-сильно-сильно-сильно-сильно! Ты не скучала? Угу. Ты не скучала? Скоро лысыми станете с такой жарой, вообще. Я у них такой короткой шерсти вообще никогда не видела, чтобы ее так мало было. Айчима, айчима, кисик. Такие они сразу, как это, как побритые. И лапки такие маленькие обычно. Здесь огромные лапки из-за шерсти, а тут прям, смотрите, такие сразу. Вообще. Ну, зато видно, как я все равно, она упитанная, да? Ай, ты моя красавица. Что, уголку запускаем? Привет! Привет! Ого! Тоже! Что, пойдете гулять, девочки? Мяу! 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 Пойдете гулять? Мамочка вышла. Парни уже пели, конечно. Паночка вышла. Ой, ты моя девочка, моя красоточка. И ты вышла гулять. Но сейчас уже вечер, у нас пять часов. Уже не такая жара, и по крайней мере в прогулку уже солнышко не так попадает. Поэтому, конечно, уже полегче. Мяу! Ладно, девочки пока погуляют. Мяу! Я схожу в дом кто-то. О-о-о-о! Что это за люди у нас тут? А-а-а? Что это за люди у нас тут? Фуумский. Фуумский пришел. Все-таки вышел поздороваться. Кот. Ты же мой красавец. Кстати, у него был вопрос по поводу плотности ошейника как бы. Вот еще фиг знает сколько пролезет. Ты же мой красавец. Фуум, ты в курсе, что у нас теперь миллион подписчиков? Надо будет как-нибудь отпраздновать. Представляешь, как круто? Какую-нибудь вкусняшки вам куплю. Да. Будут у вас какие-то пожелания? Фуум. Так, ну покажу вам, как выглядит теперь кошачье царство. У них появились лесенки, полочки. Но, правда, еще видите, все в работе как бы. Тут я не уверена, что сильно. В общем, пока что все еще делается. Не до конца даже еще не все закреплено. Но, собственно, вот тут уже потихонечку обрастают все комплексом. Уже, если вы видите по следам, коты вовсю пользуются этим. Ты тоже пользуешься этим, да? Это что за нежный кот у меня тут? Это что за нежный кот? Ой, ты соскучился тоже, да? Тоже соскучился. Пусечка. Солнышко мой. Куняха. Пусечка. Уходят вообще. Явно спят. Видите, шерсть здесь. Всем пользуется. Вон. Все, я здесь уже знаю, буду протирать. Скоро. Так что котам явно это зашло. Я, правда, пока не видела, как это выглядит, как они по ним лазят. Но, судя по следам, очень активно. Ну, конечно же, к Руфи зайти. Руфи вон бдит. Даже не заметила, что я зашла. Он меня там высматривает. Там рыси гуляют. Он думает, что я там. Руфи! Руфусь, Кукусь. Ой, ты мой сладкий. Не понял, да? Не сразу понял. Ой, ты мой. Ой, ты мой кот. Хочешь, пойдем на улицу продолжить наблюдать за рысами? Ой, ты жмется, жмется, жмется. Ты морковушка моя, морковушка, морковушка такая длинная. Ой, ты мой сладкий. Ты мой сладкий кот. Жарко тебе тоже, да? Тоже жарко. Пойдем на улицу. Ну и, конечно, енотики. 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 Ай, ты мой сладкий енотик. Он еще енотик и вот еще енотик. Ой, че-мой, ты мой сладкий? Ты скучала? Ты скучала? Нос? Ты скучала? Я по твоему носу очень скучала. А ты очень скучала по твоему носу. Очень. Очень мой енот. Очень мой енот. Ты мой енот. Ой, че мой сладкий енот? Че-мой 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 сладкий енот? без вкусняшек пришла. Я вам тоже в честь миллиона подписчиков обязательно вкусняшку куплю. Я думаю, надо им арбуз попробовать дать. Вроде как уже блин и камбус, должны быть вкусные арбузы. Арбузы я еще не пробовала им давать. Наверное, арбузик, да? Арбуз вам большой купить. Арбуз. Рысьми, я думаю, заказать. Не то, чтобы заказать. В Москве я нашла очень классную говядину. Хочу много-много говядины им заказать. Будет, правда, время потребоваться, если недостатки нет. Питера буду искать, кто мне привезет. Нос такой, нос такой. Морка еще, ладно. Так, ну и козочки. Козочки уже потихонечку выходят периодически гулять, потихонечку привыкают. Ну и что, вы стали подобрее? Вас арбузик тискает? Я думаю, тискает. Привет, ты вообще добрый стал. Ты вообще добрый стал, да? Ну, Ксюша порадуется. Просила приручить козла, ручного увернуть. А то он шугался людей. Вы посмотрите, какой уже козлик. Ой, да. У меня все станут ручными. Какой козел. Как бы себе козла случайно не оставить. Не, ну ладно, я обещала вернуть. Так же, как и лисун. Ручной козлик. Девочка, ты такая контактная. Но, на самом деле, к слову, и у Ксюши именно этот козел был более ручным, потому что он единственный, кто вставал на соску. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой обнимательный козел. Ну, прям на ручки готов залезть. Вы посмотрите. Вот. Он был там уже более ручной. Здесь он сейчас подосвоился. И он вообще, видите, на ручки лезет. На ручки лезет. На ручки козлик лезет. Ага. Имя только себе не придумали. Стрим, чтобы устраивать. А девочка так же боится еще пока. Но она сейчас на него насмотрится, я думаю, будет более контактной. Так, а ты у меня гордая и неприступная, да, краса? А ты же с нами отстаешься, я так планировала. Или тебя тоже Ксюша возвращать. Не, прости, я очень хотела козлык. Мальчик мой стоит такой. Ой, грезет мой жемчуг. Ну, иди сюда поглажу. Приятненько же. Иди поглажу. Иди поглажу. Ну, иди. Ну, иди. Ну, давай. Ой, ну, прям все, все. Ты посмотри, как он радуется. Ну, ты-то что не такая, а? Смотри, двупендривишься, придется я козла с тобой уставлять. Будет тебе весело жить. Ксюша, ты кастрировать его хотела? А я нет вроде как. Хотя нет, может, я конкретно его она не хотела кастрировать, но других хотела. Ну, чуть-чуть, сладкий коз. Опа. Ну, иди тоже поглажу. Ну, хочется же. Ты же видишь, как ему приятно. Ага, ты же видишь. Я думаю, она приручится тоже быть ласковой. Просто, может быть, козы сами по себе не такие прям вот, не такие нежные, как вот козлики. Такие нежные, нежный козлик. Ну, если прям совсем у нас судьба случится, можно будет у Ксюши еще одного козла попросить и приручить еще одного козла. Но она, я думаю, будет смотреть. Они довольно-таки социальные. Они же видят, как другие общаются. Вот тебе, мой сладкий. Думаю, дай ножку, дай ножку. Ты где так ножку стер? Вот. И я думаю, она тоже будет смотреть. И ей все понравится. Да, и ей все понравится. Ты же мой сладкий такой козел. Ой, боже мой, какой ориентированный козлик. Я прям так люблю, я зацеплю козлечку. Мне вот сюда... Ой, не надо моей отгрызать. Мне с детства пила козье молоко, и мне прям очень все нравилось. И мне вот запах козла совершенно просто не смущает никак. Мне наоборот нравится, как они пахнут. Да ты, да ты мой. Ой, да ты мой, да ты мой, мой. Подружке свою объясни, как нужно с людьми. Общаться. Ой, ты боже мой. Что за телячьи нежности? Козлиные нежности. Руфи, ты охотишься за козочком? Охотишься за козочком, кот? Может, пустишь-то? Правда, тут руки все заняты. Ай, тетя, тетя. Ай, тетя. Козочек ухочешь. А он, кстати, да, козлятся. Естественно, когда они привозили, мне периодически дают козлятину мясо. Но мясо он ест. Он и пум. Остальные вообще просто на то не переносят. Руфи гуляют. Вышла Алиса. О, это беги начались. Они начали на нее поохотились, естественно. Кисы большие. Сразу охотятся на ребенка. Не стыдно девочке? На охоту-охоту пошла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!